Привет, друзья! Сегодня я вам покажу и расскажу, какой я купил себе новый видеорегистратор. Считаю, это лучший сетевой видеорегистратор на Алиэкспрессе по соотношению цена-качество-функционал. А вот про функционал хотелось бы рассказать отдельно. Тут у нас 32 канала с поддержкой 8-мегапиксельных камер с 4К разрешением, кодекс сжатия H260+, аналитика, поддержка жестких дисков до 8 ТБ, распознавание лиц, удаленное управление через интернет с компьютера, планшета или телефона и даже пульт есть. Мелочь, а приятно. Ну давайте обо всем по порядку. Заказать данный регистратор можно как из Китая, так и из московского склада, что я в принципе и сделал. Посылку домой принес курьер уже на пятый день. Удобно. Регистратор довольно компактный, но к нему мы еще вернемся. Также в комплекте есть силовой кабель для блока питания. Сам блок питания, он кстати довольно увесистый. Чтобы при подключении 8 ТБ дисков не было просадок по напряжению и регистратор не выключался или не перезагружался, продавец кладет блок питания не на 2-3 А, а на целых 5 А. С таким блоком регистратору нагрузки не страшны. Также есть обычная USB-мышка для работы с регистратором. Пульт. Маленький, но довольно функциональный. Пригодится, когда лень с дивана вставать к регистратору. Есть 4 винта для монтажа жесткого диска в корпус регистратора. И небольшая инструкция по работе с регистратором. Вся на английском. Вернемся к регистратору. На передней панели есть окошко с ИК-приемником для работы с пультом, индикатора состояния и резиновые механические кнопки управления для навигации по меню регистратора, да и вообще для работы с ним. По бокам корпуса имеется вентиляция для продувки корпуса и охлаждения как платы, так и жесткого диска. На нижней части также есть вентиляционные отверстия и отверстия для монтажа жесткого диска. На тыльной стороне расположились немногочисленные интерфейсы, а именно HDMI и VGA порты для подключения к телевизору или монитору, аудио вход и выход для подключения внешнего микрофона и акустики, Ethernet порт для подключения к свечу, хабу, роутеру и другому сетевому оборудованию, хоть к камере напрямую. Есть два USB порта для подключения мышки и внешнего накопителя для резервного копирования видеозаписей. И, конечно же, порт питания для подключения блока питания. И для установки жесткого диска нужно разобрать корпус регистратора. Заодно посмотрим на начинку устройства. Регистратор базируется на процессоре HiSilicon Hi3536C с поддержкой протоколов OnViv и родной XMI-овской NetIP. Процессор имеет пассивное охлаждение, но при больших нагрузках радиатор лучше заменить на более крупный, для рассеивания большего количества тепла. Есть возможность подключения двух жестких дисков. Сама плата чистая, без остатков флюса и других загрязнителей. Вот все бы хорошо, но вот наклейку с бузера снять забыли. На ней даже написано «Снять после замывки». Ничего страшного, но без нее громче пищать будет. В остальном же не прикопаться. Итак, монтируем жесткий диск в корпус регистратора и подключаем к плате. Благо оба кабеля уже есть в регистраторе. Ничего докупать не нужно. Даже винты для крепления диска и то в комплекте есть. Вот мелочь, а приятно. Собираем корпус и в принципе все готово к работе. Далее подключаем все необходимые провода и штыкера. В моем случае это HDMI кабель от монитора, USB мышка из комплекта регистратора, Ethernet кабель от роутера, к которому подключены у меня все мои камеры и есть выход в интернет, ну и конечно же питание. Все готово, можно пользоваться. При первом включении появляется гордая заставка кодека H265+. И после коротких звуковых сигналов начинается автоматическая настройка регистратора. Вернее поиск камер. Вернее поиск камер в моей локальной сети. Для обзора я оставил в сети две камеры. Одну без пароля, вторую с паролем. Без пароля он сразу нашел и подключил. А ту, что с паролем, не смог. Что логично. Для ее подключения нужно ввести пароль. Никогда не оставляйте IP камеры без пароля. Сразу меняйте стандартный пароль на свой при первом же включении. И вот после ввода пароля камера определилась и заработала. Далее нам предлагается выбрать часовой пояс. Выставить время и тому подобное. Затем предлагают придумать пароль для самого регистратора. После чего предлагается проверить сетевые настройки. По умолчанию DHCP включен. Это проще. Я же себе потом выключил его и прописал IP адрес вручную. Так как использую регистратор удаленно. Затем нам предлагается QR-код для скачивания мобильного приложения. Для работы с регистратором через интернет со смартфона. И QR-код с ID самого регистратора для процедуры подключения. Далее покажу что да как. Ну вот в принципе и все. Предварительная настройка завершена. Мои тестовые камеры подключены. И спокойно себе работают без каких-либо танцев с бубнами. Обе эти камеры, как и все мои камеры, тоже с Алиэкспресса. Вот эта камера на 5 мегапикселей. Это камера с иксымаевской прошивкой. Как и сам регистратор. На улице уже темень и она ушла в ночной режим работы с ИК-подсветкой. А вот эта камера на 8 мегапикселей. То есть с разрешением 4К. Это камера Enki. На нее я делал обзор. Ссылка будет под видео. У нее своя прошивка. Но регистратор по протоколу OnViv ее без проблем нашел и подключил. Все работает как часы. Так что любую навороченную камеру, поддерживающую протокол OnViv, можно подключить и все будет работать. 4К разрешение это конечно сила. С таким разрешением видны все детали. Вся мелочь. Ничего не остается незамеченным. Конечно поток возрастает и объем записанных видео тоже. Но всегда можно выбрать оптимальные настройки не в ущерб качеству и объему. Напомню, регистратор 32-канальный. И на экран можно вывести одновременно все каналы. Или любое другое необходимое количество каналов. Есть меню быстрого доступа. Как понятное название, для быстрого доступа к самым часто востребованным настройкам. Так тут можно выключить или перезагрузить регистратор. Посмотреть топологию сети, какие и сколько клиентов подключены к регистратору в данный момент. Посмотреть сетевые настройки и статистику в реальном времени. Для настройки и диагностики сети очень помогает. Тут же можно настроить монитор. Там яркость, контрастность и другие параметры. Далее идет пункт ПТЗ. Этот пункт отвечает за управление поворотными ПТЗ камерами. Под рукой у меня есть такая поворотная камера и попробуем ее подключить. Нажимаем в пустом окне на плюсик и открывается окно поиска и добавления камер. Система сама начинает поиск и помимо двух ранее подключенных камер находит третью. Ту самую поворотную. Она у меня тоже запароленная. Нужно ввести пароль. И после ввода пароля, вуаля, камера подключилась и появилась на экране. Помимо записи с камерой, регистратор может управлять ею, а точнее ее поворотным механизмом. Как можете заметить, все работает. Камера вращается, вернее вращаю ее я. Команды она понимает. Слушается беспрекословно, без задержек, без тормозов, все быстро и четко. В общем регистратор с поворотными ПТЗ камерами работает без проблем. Еще бы хотелось отметить пункт IPC. Данный пункт предоставляет доступ к расширенным настройкам интеллектуальных камер. Но только камер на XMI-вской прошивке. С другими прошивками он естественно работать не будет. Так тут можно тонко настроить камеру. Я не говорю про базовые настройки датчика движения или режима день-ночь. Это все работает с любыми камерами. Я про тонкие настройки. Такие как функция VDR, различные цветовые профили, чувствительность к освещению, шумоподавление, экспозиция, время затвора и тому подобное. В любое время к любой камере можно подключиться напрямую по IP со смартфона или компьютера и настроить ее. Но с камерами на прошивке XMI это можно сделать прямо через регистратор. Конечно удобно. Как я говорил ранее, регистратор имеет функцию распознавания лиц. Но для этого нужны камеры с поддержкой этой функции. У меня таких пока нет. И не особо лично мне это нужно. Технология пока еще все-таки сыровата. Есть пункт воспроизведения. Тут как вы догадались, можно искать и просматривать записанные видео данные жесткого диска регистратора. Можно смотреть как каналы по отдельности, так и все одновременно. Есть пункт настройки записи. Тут можно переключить все камеры или по отдельности на нужный режим работы. Включить, выключить постоянную запись или же активировать работу по расписанию. Пункт набор каналов необходим для подключения или управления уже подключенными камерами. Можно настраивать, переименовывать камеры, обновлять прошивки и даже настраивать компрессию. Но все это также будет в основном меню. Ну и напоследок главное меню. Это основное меню регистратора, где представлены все его настройки. В подпункте воспроизвести мы попадаем в тот же пункт просмотра записанных файлов, что и из меню быстрого доступа. Тут мы уже все видели. Настройка записи. Тут можно к каждой камере в отдельности составить график работы. Можно как активировать постоянную запись, так и запись по расписанию с указанием дня и интервала времени. Подпункт сеть. Тут также располагаются уже знакомые нам сетевые настройки регистратора. В подпункте даты и время, как несложно догадаться, настройки даты и времени регистратора. В пункте настройки есть 6 подпунктов. Общие. Тут, например, можно изменить язык. Языков достаточно, как можете заметить, русский есть. Также можно выбрать, что делать регистратору при заполнении жесткого диска. Остановить запись или писать по кругу, стирая самые старые записи. Подпункт компрессия. Тут для каждой камеры в отдельности можно настроить основной и дополнительные потоки. А именно разрешение, частоту кадров, тип компрессии и битрейт. И даже интервал опорных кадров. Подпункт архивация. Подпункт архивация отвечает за архивирование данных. По-простому копирование записанных видео на флешку или на внешний жесткий диск. Берем обычную флешку и подключаем ее к свободному USB порту регистратора. В такие моменты понимаешь, что дополнительный USB порт на лицевой панели регистратора вот прям не помешал бы. Итак, флешка определилась. Далее нажимаем архив и выбираем тип видео. С какой камеры, какой период времени нас интересует. Выбираем нужные файлы. Выбираем формат, в каком сохранить видео и нажимаем старт. И все. Пошел процесс копирования видео с жесткого диска регистратора на флешку. Быстро и удобно. Еще видео скопировать на флешку можно непосредственно из меню просмотра записей. Также из списка выбираем нужные видео и нажимаем иконку дискеты. После чего и откроется окно архивации. Где также выбираем формат и производим копирование. Далее идет подпункт фото. Тут можно настроить периодичность отправки фото на почту или FTP сервер. Если это необходимо. В подпункте дисплея можно выбрать отображаемые пиктограммы на экране. А также разрешение. Можно работать на мониторах и телевизорах вплоть до 4К. А также можно настроить тур. То есть вывод на экран поочередно картинки с тех или иных камер в нужной последовательности и заданным интервалом времени. Последний тут подпункт это учетная запись. Здесь можно изменить пароль своей учетной записи. А также создать дополнительные учетки и раздать им права с привилегиями на те или иные действия. Далее идет пункт тревога. В смарт-сообщениях для каждой камеры в отдельности можно настроить запись по датчику движения. Можно указать интервал длительности записи при этом. Составить расписание его работы по дням и часам. Выставить порог его чувствительности. И немаловажно выбрать область его реагирования. Что очень полезно. А если камера поддерживает функцию определения человека в кадре, то и можно активировать и настроить эту функцию. При этом можно настроить датчик на срабатывание при пересечении человеком виртуальной линией в одну, другую или обе стороны. А также на пересечении периметра, который можно задать самому. Крайне полезная функция. Поможет избежать ложных срабатываний на листву, кошек, собак и т.д. Далее идет лог ошибок. Тут можно выбрать при каких проблемах, что нужно делать регистратору. Перезагрузиться, отправить отчет и т.д. В сигналах тревоги можно настроить реакцию регистратора на закрытие кем-то камеры или потерю сигнала. Например, чтобы при пропадании сигнала с первой камеры активировалась вторая камера. И было отправлено сообщение об этом на мобильное приложение, на почту или сработал бузер. В разделе управления можно посмотреть информацию о состоянии жесткого диска. Произвести обновление прошивки регистратора при необходимости. Кстати, есть онлайн обновление, что удобно. Настроить автоматическую перезагрузку системы в конкретный день и время. И можно произвести сброс всех настроек регистратора до заводских. Экспортировать или импортировать настройки. В подпункте CPU можно настроить каналы каждой из камеры в отдельности. Переименовать, синхронизировать, выбрать протокол, изменить логин и пароль и т.д. Можно посмотреть состояние каналов, в каких режимах они работают и выбрать режим работы для самого регистратора. По умолчанию 32 канала в 4К. В подпункте Журнал можно посмотреть журнал событий, кто и когда из пользователей входил в систему и что делал. В подпункте Бот отображается скорость по каждому из каналов. Ну а версия это информация о прошивке регистратора, его основные данные и QR-коды для скачивания приложений и подключения через него к этому регистратору. Ну а теперь про удаленную работу. Про доступ к регистратору и камерам через интернет из любой точки мира со смартфона. Для этого нужно установить программу на смартфон XMI. А для добавления регистратора нажимаем плюсик. Далее можно ввести данные вручную, а можно просто отсканировать QR-код. Сканируем и данные подгружаются автоматически. Ничего вводить руками не нужно. Вот в принципе и вся настройка. Регистратор добавлен и готов к работе. Тут можно смотреть как камеры в отдельности, так и все сразу. Что несомненно удобно. Как на обычном мониторе или телевизоре, но только со смартфона и с любой точки мира. Конечно же тут можно просматривать и скачивать видеозаписи с жесткого диска через интернет прямо в смартфон. Можно искать записи как на таймлайне, так и списком. Кому как удобно. Также можно производить настройки регистратора. Можно настраивать датчики движения камер, настраивать поток, битрейт, разрешение, формировать расписание и многое другое. Все необходимые функции тут есть. И напомню, это все происходит через интернет со смартфона. Очень удобно. Вот кстати отключаю Wi-Fi на смартфоне, жду когда произойдет подключение к 4G сети оператора и вуаля. Смартфон через сеть оператора подключился к моему регистратору и идет трансляция. Где бы на планете я не находился, лишь бы у меня был мобильный интернет, я в любое время смогу подключиться к моему регистратору. Проверить обстановку на объекте и при необходимости скачать нужные записи или произвести настройку. И это при том при всем, что уровень и качество сигнала 4G в данный момент у меня крайне отвратительные. Но поток идет и все работает. В общем удаленная работа с данным регистратором возможна. И работает все отлично. Также удаленно к регистратору, как локально, так и через интернет, можно подключиться с компьютера в программе CMS. Ищем регистратор по IP адресу или добавляем его через облако по ID. Вводим логин и пароль от него и пожалуйста, все потоки регистратора подгрузились и можно начинать работу. Все работает четко, быстро, в общем так же как и на самом регистраторе. Конечно же тут все те же самые настройки, что и на самом регистраторе. И конечно можно просматривать и скачивать видеозаписи с жесткого диска на компьютер. В моем случае схема именно так и реализована. Сам регистратор у меня стоит без монитора, возле роутера. Подключаюсь к нему для просмотра, настройки или скачивания записей с компьютера через программу CMS. Это на самом деле очень удобно. Еще к регистратору с компьютера можно подключиться через интернет и без программы CMS. Например с чужого компьютера через браузер. Заходим на сайт xmi.net. Вводим свой логин и пароль, которые придумали при регистрации в программе. И заходим в личный кабинет. Тут отображаются наши устройства. Выбираем регистратор. Вводим логин и пароль от него. И пожалуйста, все работает. Практически так же как и на самом регистраторе. Только это через интернет, в браузере. Даже функция управления поворотной камерой работает. Тут также можно настраивать регистратор, просматривать и скачивать записи с жесткого диска. В общем полноценный доступ. Но удаленно. А вот удаленный доступ для ленивых. Это пульт. Если неохота вставать или тянуться за мышкой. А может просто регистратор в неудобном месте находится. Или высоко. В таком случае пульт выручат. Можно переключить сетку отображения каналов. Производить настройки. Менять режимы и тому подобное. В общем все то же самое можно делать, что и мышкой. Только мышкой это все можно сделать побыстрее. Но с пультом может быть удобнее. Сидя то на мягком диване или кресле. В общем пульт есть. И это несомненно жирный плюс. Вот такой вот получился регистратор. Считаю его просто отличным вариантом. За свои деньги и с таким функционалом это просто находка. 32 канала в 4К. Удаленное управление с различных устройств. Как по локальной сети, так и через интернет. Да кстати совсем забыл. Регистратор можно сделать и беспроводным. И подключить его к роутеру по Wi-Fi. При помощи вот такого USB Wi-Fi модуля. Ссылку на него так же как и на сам регистратор. Оставлю для вас под этим видео в описании. Рекомендую перейти. И почитать отзывы реальных покупателей. Будет интересно. А еще рекомендую посмотреть другие мои видосы на канале. Что-нибудь интересное для себя обязательно там найдете. Приятного вам просмотра. Пока-пока.